В очередной раз мы здесь, да, в автостекло Валиберто и замечательный первый аккумуляторный магазин. Он располагается прямо здесь, на мостовом проезде номер один. Почему это классный аккумуляторный магазин? Потому что, во-первых, аккумуляторами не надо торговать там, где вы живете. Знаете почему? Потому что не очень хорошо жить рядом с автомобилем, особенно с аккумулятором. Свинцы, пары и все остальное. А если там еще рядышком где-то еще и масло продается, то представляете, да, если все это дело полыхнет, то от вашего дома-то ничего не останется. А это все правильно. Как доехать сюда? Совершенно просто. Этот северный переход и плавая начинается улица Московская. И вот вы сюда. Ну просто как бы понять надо, куда заехать. Теперь зачем заехать? Мы заехали за аккумуляторами. Аккумуляторы здесь просто в халяву. Попробуйте и посмотрите сами. А мы зашли и увидели. Море аккумуляторов. И не просто море, а океан. Ходил я раньше в места другие, но такого не встречал. И цены очень даже нормальные. И производство все. И тут вам надо понять. За барахрил аккумулятор на Ино, а лучше на нашей марке. И ехать надо только сюда. Я, конечно, понимаю, что вы приехали за аккумулятором. Но аккумуляторов в городе Магнитогорске много. Очень много всяких там магазинчиков, которые в обыкновенных домах пытаются продать аккумулятор. По-моему, это вот не совсем правильно. Но цены здесь какие? Цены здесь очень даже приемлемые. Вот я взял аккумулятор за 2,200. Но это такой аккумулятор, главное, гелевый. Гелевый аккумулятор? Гелевый аккумулятор. И он, как говорится, будет ходить от и до. Мне даже подсветка где-то, он, как говорится, тяговый. Не просто раз завел и поехал. А он очень долго ходит. Ну и дешево. И главное, на перепутье трех дорог. Хоть куда, хоть туда, хоть сюда. И ничего искать не надо. Здесь и колеса, пожалуйста. И резина. Шиномонтаж вообще великолепный. В общем, ну... А другого места не найти? А я не знаю больше других мест. И теперь куда ехать-то? Честно, это место знают все. Честно, этот комплекс всем знаком. Еще честнее, и сегодня, и сейчас это самые правильные цены. И даже если где-то нет, то здесь все наверняка. Как доехать? Улица Московская плавно перетекает в Северный переход. По сути, дорога-то главная. И здесь, на мостовом проезде, под номером 1, первый аккумуляторный магазин. Ну, конечно, не только аккумуляторный. Здесь и диски, и резины, и шиномонтаж. Но об этом чуть позже. А я лично сюда приехал за кукумбулятором. У вас не такие цены получается. Вы оптовый продавец, по сути так-то. То есть и оптовыми ценами вы торгуете в городе Магнитогорске? Да, действительно, мы являемся оптовыми продавцами аккумуляторов, шин и дисков. Потому что мы именно акцентируем внимание именно на этом ассортименте. В отличие от других, мы стараемся ценовой коэффициент держать ниже всех, минимум на 10%. То есть можно просто людям говорить, ребята, нормальные аккумуляторы здесь, в первом аккумуляторном? В первом аккумуляторном центре всегда низкие цены. Постоянно ведем распродажи, акции какие-либо проводим. У нас скидки пенсионерам в любом случае. По всем удостоверениям также по скидкам смотрим. Все предоставляем без проблем. То есть я как пенсионер могу к вам прийти? Конечно же, конечно же. Пенсионеры у нас очень, так сказать, частые покупатели. Потому что именно они не хотят возиться слишком уж с аккумулятором, а хотят, чтобы все работало. Но в принципе, так, мне кажется, хочет и каждый. А мы продаем, гарантируем и обслуживаем свою продукцию. Ну и давайте, потому что кое-кто нам уши трет, что аккумулятор может и 4 года служить. Я, конечно, понимаю, что он мог очень долго служить, когда у нас машины не работали практически. Но сейчас же это аккумуляторы, которые жрут все. Если вы музыку включили, да, представляете, что с ним будет, да? Сколько реальный срок службы аккумулятора? Реальный срок службы аккумулятора зависит от того, как подобран аккумулятор под автомобиль. Если правильно подобрать аккумулятор, а что делают наши опытные продавцы и персонал нашего центра, если все правильно подобрано, то аккумулятор минимум 3 года должен служить. Ну вот так. Так посмотрите. У меня как-то бытность была такова, что я два раза менял батареи на линкольне. Так вот, теперешний линкольн стал круче. У него 4 пневматических подушек для комфорта. Пока за 6 лет я поменял один аккумулятор. Посмотрим, что далее-то предстоит. Вот те старые деньгов-то стоили под 200 долларов. То ли меня тогда нахимичили, то ли как. А теперь я знаю место, где много батареи, и стоят они недорого. Вот так вот, на 7 метрах стоящий магазин, о 5 дорогах. А еще место-то хорошее, да, представляете, вот здесь гора Пугачева. Дело в том, что в свое-то время магазин был 72-й, он торговал аккумуляторами, когда еще ничего здесь не было. Так вот, аккумуляторы вы брали в 72-м магазине, а брали их, в смысле вы проплачивали их там, а брали их здесь, на горе Пугачева. То есть понимаете, да, искусство требует жертв. И это естественное искусство, и это сделано исключительно для вас. Вот, а сегодня, сейчас вы понимаете, где самые дешевые цены, а дешевле, чем здесь, их нет. Поэтому приезжайте сюда. Кстати, вы здесь не только аккумуляторы поменяете, здесь еще и резина, и шины, а еще и замечательные, хорошие шины, то есть на 17. Это я для тех, у кого взрослые машины. Вот, и переобуваться тоже здесь. Как вам? Классенькое место, да? А вот мы и подошли к другой композиции. Здесь диски для крутых машин. К слову о дисках. Люблю такие тачки, чтоб погонять-то можно было бы. Были у меня такие, но чтоб такой крутизны, сори, не было. Кстати, о дисках и противоугонках, и о тонировках. Здесь все это есть. То есть противоугонки для всех и каждого, шторки тоже. Но вот как же с дисками? Наш салон изготавливает диски от 17-го диаметра. То есть цена за диск, диски кованные. Цена за диск начинается от 17,5 тысяч рублей. Ну, это не так уж и дорого, если что. Ну да, если сравнивать оригинальные диски и, ну, литые таких производителей, как Мерседесы, Порш, то есть я не думаю, что они стоят намного дешевле. А вот если бы я не хотел, чтобы ко мне в мой салон заглядывали, потому что мне это не нравится, понимаете? Я, конечно, понимаю, что тонировку сейчас это нехорошо, но есть же другие вещи. Да, у нас представлена новая форма тонировки. То есть это защитные экраны. Они устанавливаются и изготавливаются конкретно под ваш автомобиль. То есть установка занимает буквально несколько секунд, и снятие тоже самое. Ну и вот, естественно, другой вопрос. Дело в том, что когда-то я видел такую штуку, да, вот примерно такую штуку, но она была совершенно другая. И ломалась она очень легко и просто. Я, конечно, понимаю, что мне не хотелось, чтобы мою машину кто-то угнал. Ну, вот что это такое? Ну, это на сегодняшний день, по нашему мнению, самая надежная система защиты. То есть устанавливается она, вот это на рулевое колесо, называется питон. Вот это устанавливается на рулевой вал, называется перехват универсал. Изготовлено все из нержавеющей стали. Это устройство отличается от других тем, что у него нет замочной скважины. То есть вот ключ, ключ в форме кольца. И чтобы подобрать, ну, это порядка миллиона вариантов. То есть подобрать такой ключ невозможно. Приходится угонщикам, ну, скорее всего, это спиливать болгаркой. Либо, если даже они не смогут его вскрыть, то это займет кучу времени. Кстати, рекомендую сюда привезти и киндера юного. Показать и объяснить. И со своим киндером юным мы поняли одно. Для обыкновенных покатушек колеса должны быть круглыми и стоить недорого. Еще вариант. Вместе с колесом купите диски. И вот еще одно нормальное место с нормальными ценами. Кстати, колесо можно легко себе поставить прямо здесь же. Шиномонтаж-то тоже ведь есть. И вот он какой замечательный комплекс. Надо было понимать, что когда-то в город Магнитогорск колеса привозили. Да, и народ с круглыми шарами брал дорогие колеса. Но, по сути, это не такое же большое событие взять нормальные колеса. Да, действительно, не такое большое событие, чтобы приобрести нормальные колеса. Во-первых, сейчас рынок предлагает у нас как дорогие, так и дешевые колеса. Дешевые не означает, что они некачественные. Просто довольно-таки много производителей, которые начинают у нас делать колеса, в том числе и диски. Диски бывают у нас в различных странах. То есть такие, как российские диски, Китай. Ну, если говорить по поводу Китая, все довольно-таки сейчас просто стало. У нас Европа в целом приняла стандарт 9000. Соответственно, Китаю пришлось поднять качество, чтобы принять этот стандарт. Они, ну, как начали поставить диски в Европу, то есть также и в Россию, все это под одним стандартом. За счет этого стандарта качество китайской продукции увеличилось в разы. На данный момент, уже в течение пяти лет, можно китайскую продукцию покупать довольно-таки смело. То есть начиная с колес, заканчивая диском. Опять же, все предприниматели, которые занимаются данной сферой, мониторят обязательно рынок непосредственно по той или иной продукции, в том числе и китайской продукции. На данный момент, то есть Китай можно брать смело и рынок в основном его и предлагает, так как цена соответствует, даже бывает качество больше, чем цена. Конечно, много и даже больше, чем сюжет обыкновенный. Но я забочусь-то о вас. Вы принесете сюда денежку и рано или поздно и со мной поделятся. Да потому что понять ведь надо, в самом главном автомобильном центре для вас есть все. И аккумы, и диски, и шиномонтаж, и колеса. И причем цена, как для пионера, так и для пенсионера.